добрый день дорогие юноши и девушки бабушки и дедушки и все которые in between меня зовут яков файн душевнейший канал будни америки 28 апреля 2021 года начнем с южил комментарии по комментариям давайте взглянем ка сюда ну в прошлый раз я вас попросил сказать какой один фильм американский взяли бы собой на остров необитаемые написали много за это спасибо всем советую посмотреть на все ответы которые я получил в комментариях и создать себе такой списочек который рекомендуется для просмотра нашей же аудитории некоторые даже пытались мне предложить один фильм и один сериал какие не разрешал вам брать на необитаемый остров сериал ну ладно уж написали так написали кстати о сериалах я недавно посмотрел неплохой сериал не помню горюлами или нет who killed сара кто убил сару неплохой а сейчас смотрю фильм российский фильм российский сериал называется медиатор отлично сделанный фильм вообще есть платформа российская называется старт с видео всяческими и фильмами очень качественно не делают многие но этот реально круто сделал мне нравится молодцы что он все-таки стали как-то суетиться теперь давайте почитаем что народ пишет саша сашов пишет яков из этих 5 процентов вакцинированных подавляющее большинство бюджетники которых вынулили вакцинироваться под угрозу увольнения этот человек пишет видно из россии где всего лишь пять процентов вакцинировать их вынули дальше он пишет у меня есть родственники врачи и знакомые врачи родственница врачу сделали эпивак корона не знаю что такое в результате антител не обнаружено знакомые врачи рекомендуют местным вакцинам даже не приближаться как я могу доверять отечественной медицине и фармакологии когда даже таблетки от головной боли делает абсолютно бесполезными я не буду лезть в политические вопросы в качество вакцины спутник я не в этом не понимаю если они предоставили какие-то документы в воз как это всемирная организация здравоохранения где доказывают что они эффективны то я не знаю что происходит на местах муж вам вообще вкалывают водичку с сахаром но пока у меня нет оснований не доверять вакцине спутник хотя я уже не от первого человека слышу что после вакцинации нет антител но я все-таки хочу вам сказать не то что предупредить я хочу вернуться к индии ненадолго я вам вчера не говорил сегодня опять скажу это дизастр это катастрофа это катастрофа мирового уровня то что сейчас происходит в индии они говорят что по 350 тысяч инфекции в день новых и у нас пишут что так как тестирование у них не было не делалось нормально то результатом то реальные цифры могут быть в 10 раз больше то есть не 350 тысяч 3 миллиона 3 миллиона каждый день чем это кончится и что интересно индия если взять прошлый год они хорошо выступили индия в плане коронавируса и соответственно конечно же руководство страны била себя в грудь и кричала у нас все хорошо мы все держим под контролем авар руководство вашей страны тоже так говорила или нет прошлом году дальше из-за этого из-за этого народ считал чё нам вакцинироваться хотя индия по производству вакцин я не знаю наверно больше чем мы делаем в штаты может не больше но также но огромное количество вакцины не производит не и экспортируют бедные люди простые населяют индию большинстве они живут даже не от зарплаты до зарплаты просто за день они там что-то заработали копеечку и они на это деньги жили но все были happy потому что у них все было нормально и почти никто не прививался нафиг нам это надо и вот вам результат даже в этом году январь еще в индии февраль было нормально и руководство страны все нормально давайте гулять как говорится гей славяне ну или гей индусы данном случае и там у них какие-то были фестивали праздники с паломниками они же пилигрим которые очень важны были для индусов и народ как бы навалился на сборище праздники и так далее и вот что происходит я вам вчера показывал картинку как в парках кремируют людей сейчас они кремируют уже массово то есть массовая кремация вы можете понять они сжигают группу тел я не хочу никого напугать но вот саша саша впишет что пять процентов а из них это из них подоставили людей дорогие товарищи кого вы слушаете каких политиков вы слушаете думайте только о себе я вам все время говорю о себе и о своей семье не слушайте политиков которые бьют себя в груди говорят что у нас все хорошо мы не знаем еще феврале индия enjoy a life 1,3 миллиарда людей enjoy a life свои а сейчас там катастрофа пандемия не закончилась я не могу вам советовать колодца не колодца чем не колодца но я это сделал вся наша семья укололась по два укола прививок мы доверяем нашим прививкам я не хочу take chances я не хочу никаких вариантов я не хочу зависеть от того что говорит политика или как пишет саша саша подавляющее большинство бюджетники которых вынудили вакцинироваться под угрозу увольнения я поздравляю этих бюджетников которых заставили вакцинировать поздравляю ладно а да еще кстати чтобы закончить с индии недавно тут самолетик полетел из инди в гонконг все там очень строгие такие как это precautions предосторожности меры все тесты обязаны сдать все создавали тесты все было чики-пуки или ханки-дори как у нас говорят прилетели туда их на карантин на три недели весь самолет и нашли в у пятидесяти двух человек коронавирус в этом рейсе во время карантина не все пришло гонконг люди я не знаю я привился и и вы если надо будет еще один дело какой-то как она говорит booster shot может появиться в конце года я сделаю его немедленно как только смогу дальше пишет товарищ с простым ником лимончик здравствуйте яков я хоть и программист но все же смели сказать свое мнение по поводу в больниц уверен большинство напишет что без взятки и своих медикаментов тебе не сделают операцию в госбольницах и по большей мере будут правы но во первых это сильно зависит от больницы от людей которые там работают и бывают случаи когда все будут все будет бесплатно что положено внимание ключевые слова бывают случаи я кстати просил программистов не не суетиться и не отвечать на вопросы как они легко и красиво лечить но этот программист товарищ лимончик вижу что бывают случаи то есть не все потеряно иногда вам могут даже аппендицит вырезать без ваших медикаментов вы понимаете боевая от случаях это все бывает бесплатно что положено при условии что она и становить о оказывается при условии что она есть наличие если ватка есть и спирток есть и раствор физраствор есть тогда вам сделают возможно то есть это уже второе условие да это второе во вторых на моей практике или сами первые несут взятки врачам надежде что их лучше вылечит в итоге этого просто все носят взятки в россии привыкают что это норма и бюджетки уже не понимают нормально а клятва гиппократа как же это что поэтому советские врачебные дипломы не принимаются у нас в америке все иммигранты я знаю многих прошли тяжелейшие годы переобучения здесь на штатах чтобы подтвердить диплом врача и практиковать как врач в штатах все понимаете вот поэтому вот поэтому может быть вы и правы конечно про взятки в третьих пишет самое главное почти везде и всегда не только в больницах можно добиться только что будет сделано и без взятки если по закону положено другое дело что могут потрепать нервы и время тут не поспоришь здесь можно добиться то есть открытая рана аппендикс боли но вы можете не в как это как это говорится превозмогая боль советский человек пошел и добился что ему дали спирт и ватку и все остальное даже скальпель выдали все эти на операцию не вам вообще перечитайте то что написали лимончик спасибо вам конечно за комментарий но это ли не ужасно это ли не ужасно дальше что еще можно прокомментировать в канаде тоже рожают хорошо конечно рожает рожает везде я вам больше скажу рожают везде так слава советским воинам конечно слава слава героям героям слава если вам это поможет конечно что касается ситуации в больницах такая мама болела ковидом вызвала врача на дом вообще не пришел лечили сами ездили к частному знаю людей которые скоро отказаться забирать из нехватки мест и умерли дома от к вида а также знакомые покупали за взятку места в больнице чтобы госпитализировали сумма начинается 1000 долларов территориально калужская область и московская ну насчет что не брали в больнице тут как раз не нечего никому предъявить потому что у нас тоже сейчас берут в больницу только если тяжелейший случай у меня знакомые есть вот они подхватили уже пожилые люди позвонили своему врачу по телефону врач сказала видите такой-то антибиотика выписала им там какие-то витамины и сидите но так что если нет тяжелого случая то больницу и у нас не берут хотя взяток конечно я не слышал никогда чтобы за взятку брали в больнице так что тут еще александра королева в крыму записали аж на июнь на вакцинацию очень много экспортируется не хватает своей вот это вот это как это всегда было на экспорт советском союзе на экспорт мы продавали все что угодно но купить колготки женщина не могла советском союзе или коляску для ребенка или детское питание зато мы делаем ракеты надо что-то еще интересного так фильм рекомендую да 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 гена глеба пишет у шнуров есть и лирические шедевры с этим я не знаком он хороший перформер хороший энтертейнер развлекатель хорошую группу сделал после его концерта в отличное настроение я был на таком концерте на его концерте в нью-йорке клипы классные делает потому что платит хорошие очень деньги нанимает лучших из лучших вот пожалуй все а то что то что пытался писать шнуров стишки какие-то он писал еще где-то в политике что-то он пытался и и других местах он меня не вызывает никакого уважения но как энтертейнер он хороший жалко что группы ленинград больше нет дальше 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 мега новый пишет насчет пенсионерами больницы очень плохо если нет денег то и и делать там нечего ну все понятно и так спирт вату принесли спрашивает ну вот я же то же самое говорю я же тарса вот вадим пишет кстати рекомендую фильм one flew over the cookies nest шикарный фильм этот фильм по-русски он называется кто-то прилетел над гнездом на гнездом кукушки джек николсон там обалденный фильм но я бы все-таки один фильм взял бы более позитив если бы только один можно было если несколько то конечно было бы и кто-то пролетел из зум кукушки и форест гам да да все это было бы но один я бы взял pretty woman красотка у вас он назывался красивейший фильм красивые люди артисты хэппи-эндом ричард гир жюля роберт помните да такой я бы взял дальше идем по комментариям еще если еще что-нибудь хорошее андрей федоров пишет если взять сферическую женщину пенсионерку в вакууме это уже смешно андрей я пытаюсь представить себе сферическую женщину пенсионерку в вакууме что придет на плановую операцию в районную больницу то есть скорее всего ей или ее родственникам придется покупать те лекарства которым не обеспечена больница в больнице не хватает денег на закупку таких лекарств вот видите андрей федоров входит в положение в положение в больнице не хватает денег вот это то что всегда делали в советском союзе власти вы должны понять как помните как же несколько вас много а нас мало эти уроды эти уроды советские руководители кошмар что они делали они промыли мозги всем всей стране ну как же надо войти положение не надо если нормальная страна из нормального устройства общества то не надо входить в положение больницы бывают кризисы у нас не хватало этих гробов в штатах в прошлом году было все было но это чрезвычайная ситуация это фактически война была но в обычной ситуации да ну что ж надо войти в положение не надо ни в чьё положение не входите и это одна из грубейших ошибок даже в обычной жизни в вашей профессиональной жизни где бы вы не ходите ну вот надо войти в положение давайте я вам расскажу пример чем я буду голословно два или три дня назад два или три дня назад я пошел в гости меня пригласили на ужин пошел в гости приличный дом но очень много этажей в нем там же вот люди которые хорошо учились и как положено я подхожу захожу дом внизу ресепшен стоит человек молодой и и я даже не буду говорить имеет ли он значение или нет не буду специально нибудь не хочу свет мужчина какой-то с ним там разговаривать там по своему вопросу пришел я я был вторым я стою жду минуты через через минуту пусть будет пришла еще какая-то девушка тоже мне к нему какой-то вопрос а у меня какой вопрос типичная ситуация you have to announce yourself надо объявить кто то есть еще ты пришел я ему подходит этот уходит первый мужчина и он и он сразу говорит кто из вас следующий нас всего двое было настолько очевидно что я следующий на там девушка была еще симпатичнее чем я и он не уже улыбается говорит увы следующий мне девушка было конечно жалко но я не хочу входить в положение я говорю нет я следующий так нагло вот так девушку не пусть у меня хорошо что у вас я говорю так и так я пришел в гости таким-то пожалуйста им позвоните от технология какая они с ресепшен звонят в квартиру и говорят к вам пришел такой-то хозяева квартиры говорят да пропустите и тогда у них тут все компьютеризировано обычно он нажимает кнопку у меня готова окей иди в лифт открывает дверь и я захожу в лифт а он и со со своего пульта каким-то софтом нажимает номер кнопку в лифте чтобы лифт меня поднял тот этаж иначе то я не могу подняться ему просто нажать кнопку я там не живу и вот он звонит этим людям куда я пришел пинчерка стою я и стоит девушка и он им говорит вы знаете говорит к вам пришел такой-то человек они горят да конечно пропустите а он им говорит вы знаете у нас проблема у нас сломалась что-то в софтвер и я не могу сам ему нажать на кнопку не могли бы вы не могли бы вы спуститься вниз и его встретить и отвезти к себе дому я удивился конечно почему я вам скажу хотя вы конечно до сих пор не видите никакого криминала я должен войти в его положение он один был там на вахте я не знаю где был напарник почему не было софтвер не работает то есть можно войти в его положение но приезжает человек которому я приехал вниз чтобы меня забрать а этому человеку уже за 70 а живет он на этаже выше 40 и и он говорит мне не меня ему говорит сейчас как к нам еще должна прийти одна пара на ужин и когда и когда он сказал что и должна еще прийти одна пара меня уже достал этот этот работничек к тому моменту уже страсти начали накаляться я ему говорю дружище говорю вот сейчас придет еще нам говорю посмотри что ты сделал ты заставил человека которому больше семидесяти лет проехать 40 этажей чтобы меня забрать он опять начинает у нас софтвер не вот я говорю так что то не мог свою задницу поднять и подойти к лифту и своей карточкой провести там и нажать ему кнопку и вернуться вот вы не знаете моего шефа я не могу оставить типа боевой пост ну типа на эти вышка автоматная в тюрьме особого строгого режима такое важное дело а у меня был кастом или вот эта девочка стоит я ему говорю сейчас придет пара в эту же квартиру и говорю даже не вздумаясь звонить и требовать чтобы их провели ну ты их возьмешь и приведешь нет вот у меня начальник я говорю нет ты его возьмешь за руку и и отведешь лифт вот что я сказал окей мы уехали наверх там через 10 минут приходит эта пара тоже пожила ну вернее я не знал что она приходит раздается звонок дверь уже прямо на это же в квартиру открывается дверь за дверью стоит эта пара плюс вернее с ресепшена вот я их привел я говорю ты нормальный человек я тебе сказал отвести за 20 секунд эту пару к лифту и нажать на кнопку ты мне сказал чтобы я их за руку привел ну думаю блин уже как говорится гиблое дело но вот ситуация я сделал такой небольшой скандальчик но я не хочу входить в его положение я хочу чтобы у человека была голова на 20 секунд клип то он мог провести то что вообще проехал 40 этажей с ними это говорит о том что головы у него такие нет ему не поможет то что я буду входить в его положение понимаете короче не надо входить в ничего положение они вам все должны вы пришли за сервисом все человек который провайдает обеспечивает сервис вам должен не входить его положение ну как ко мне легко тут говорить конечно когда у нас бинта и ваты навала ладно ладно что вам сейчас сказать андрей огарков пишет яков ежедневно я продолжаю смотреть только вас урганта смотрю выборочно андрей огарков you made my day как вы сделали мой день теперь у меня день уже задался человек урганта не смотрит каждый день а меня смотрит если кто увидит ваню урганта при случае скажите ему что у него появился очень серьезный конкурент очень моем лице моем лице спасибо еще раз андрей огарков вам дальше он еще пишет у какого-то сергея лещенко он чесает заголовки у артемия лебедеве слишком много новостей в единицу времени вот у нас тут есть такие люди у нас люди жалуются на скорость что им не хватает был верю бывает люди которым надо поглощать больше информации да анти артемий лебедев дает много информации хорошего мне нравится надзвучайные новины сплошная чернуха вот чернуха это плохо это не люблю и только вы и только вы пишет андрей огарков выбирайте самые важные интересные новости и расставляйте очень правильные акценты слушать вас одно удовольствие еще раз спасибо андрей удачи вам и вашим близким дальше алекс пресс пишет яков почему по вашему мнению количество daily новых кейзов ежедневных новых случаев сша не снижается уже столько народу привили казалось бы должно падать хоть чуть-чуть чисто статистически на самом деле ничего я не никакого удивления я не вижу давайте-ка мы с вами посмотрим на израил потому что израиль это наше все ну вы же знаете вы же понимаете что у них сейчас one percent of peak and falling то есть у них сейчас заболеваемость 1 процент всего лишь от пикового значения и продолжает падать всего было 9 инфекций на 100 тысяч человек за последние семь дней но посмотрите вот какие у них картинки да или не инфекция ежедневные инфекции новая смотрите падает резко но надо сказать что у них конечно вакцинации впереди значительно они с вакцина они провакцинированы полностью 57 80 процентов 58 процентов считаете население 58 процентов а у нас кривая не будет падать кривая не будет падать пока мы также не провакцинируемся да или не кейс это ситуация хорошая но у нас то вы провакцинирована полностью что такое полностью провакцинированы это когда это когда как сказать это когда сделали первый вакцин укол второй укол через правильный промежуток времени потом еще прошло две недели чтобы достаточное количество антител выработалось и вот тогда вы считаетесь полностью провакцинирован и тейк стайм это требует время у нас всего лишь 26 процентов полностью провакцинированы да у нас по 3 миллиона в день колят сейчас вакцин даже больше это все шикарно но этого мало этого мало поэтому картинка у нас не такая как картинка в израиль давайте я вам хочу просто дать такое задание напишите мне комментарии тогда когда в сша будет 60 процентов вакцинированного населения вот тогда будет apple 100 apples мы тогда можем сравнивать как в израиле при 60 процентах и как у нас при 60 процентах полностью вакцинирован еще раз повторяю я верю что вакцины работают и то есть у нас уже флэт это идет вниз вот посмотрите все таки на эту картинку видите да или не в кейс вот у нас был пик когда еще в январе 10 у нас было там 300 тысяч не в кейс там больше чем в индии сейчас сейчас мы все жалкие сколько 58 тысяч новых случаев ну еще раз говорю они все в основном большая часть проходит в легкие легкой форме благодаря вакцине 20 раз благодаря вакцине не вопреки а благодаря даже если человек получает вакцину а еще хочу одну вещь сказать как бы под другим углом слегка под другим углом давайте посмотрим на этот график который называется total death общее количество смертей вот там с февраля с 15 февраля прошлого года тире 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 сегодня у нас 587 пусть земля им будет пухом тысяч 187 тысяч усопших безвременно усопших скажите вы мы и так знаем эту цифру что нас удивишь а я хочу вас все таки удивить хочу вам сказать как во время предыдущей кампании вот к выборной кампании вот вот сейчас как байден валил на трампа я основная предъява была какая из-за тебя умерла там сколько 300 тысяч человек 350 тысяч человек от к вида он говорил он предъявлял трамп хотя это был булшит конечно и благодаря трампу мы вакцины запомнили вспомнили теперь делаем такое маленькое движение следите за руками смотрим сюда байден зашел белый дом 20 числа января 20 за весь прошлый год до 20 января этого года когда трамп рулил когда никто не знал вообще что это за вирус как с ним бороться не хватало ничего не хватало масок не хватало костюмов не хватало вот этих вентиляторов в реанимационных комнатах ничего не было за все это время то есть почти за год за 11 месяцев умерла 425 тысяч в очень такой нестабильной непонятной ситуации запомнили да то есть 425 заходит байден белый дом в белом костюм и правит там еще 100 дней даже не правило то есть даже 3 месяца не прошло что мы имеем сейчас 587 тысяч смертей за этот период уже многое знали есть лекарства уже вакцинировалась куча народу уже нет нехватки ничего в госпиталях все все знают или большинство знают 587 отнимем 425 ну не мне вам говорить что это будет где-то 162 тысячи пример то есть меньше чем за три месяца старикашка байден он же о байден убил если пользоваться его терминологией 160 тысяч человек если он будет продолжать убивать с такой же скоростью то возьмем три месяца умножим на 4 то это что у нас получится 480 тысяч человек отнимем один месяц но все равно получится что он убил больше он убьет больше чем убил трамп невзирая на то что мы намного более оснащены сегодня и скажет ли кто-нибудь предъявит ли кто-нибудь в прессе байдену кроме меня что он убивает людей с такой же скоростью как трамп а то и выше нет почему что я если честно считаю что он не виноват он не убивает людей точно так же как и трамп не убивал люди но эти скоты эти суки в ботах демократические ладно не будем и плохом не будем и плохом давайте кучу пару тем я буквально вам скажу которые более такие легкие давайте про комариков про комариков лучше поговорим у нас тут во флориде во флориде выпуск выпустят сейчас тысячи и тысячи сотни тысяч комариков комарик комарики непростые они генетически модифицированные москиты вот которые их задача почему их генетически модифицировали потому что они их задача уменьшить рождаемость москитов женских москитов определенного вида которые кусючие и которые разносят заболевание этот проект создала британская биотехническая компания называется oxitec и их задача вот это специально специально есть какая-то специально какие-то есть комары а а эдес а эгипте не знаю как правильно сказать и вот они разносят болезни какие зика и какая-то лихорадка вот короче говоря что сделали наши ученые они они придумали таких комаров мужичков такие мужики вылетают генетически модифицированы видят этих теток которые кусючи и они к ним подлетают сзади сбоку сверху не знаю как им это удобнее начинают заниматься сексом тетки не возражать человек они возражали более того они беременны и рожают детей эти тетки эти тетки рожают детей мальчиков и девочек самков и самцов наверно правильнее сказать когда идет речь о комарах и вот эти которые девочки они погибают их потомство к чему пришла мировая наука надеюсь что нас и наших детей и внуков не будет никто генетически модифицировать но знайте комары у нас это уже делают и бойтесь еще одна темка которую я хотел бы затронуть сегодня опять же она она связана с чернобылем да опять опять чернобылем не были всяческие отзывы я не хочу комментировать отзывы мне в это уже надоело но что интересно сейчас украинское правительство или спецслужбы не знаю раз секретили архивы определенные и давайте почитаем что написано в этих рассекреченных архивов это я читаю сайта reuters.com советский союз знал что чернобыльский и ядерный этот завод или как ядерный как это называется чернобыль станция станция чернобыльская ядерная станция она была опасная и советский союз специально сознательно скрывал те уже случаи которые были и до 86 года на этой станции это в документах разосхивированных документах они пишут что после таких халатно проведенных тестов на вот этом четвертом реакторе они сказали что после халатно проведенных тестов они сказали что тучи целой радиоактивного материала из Сирнобыля были распространены по европе по европе дальше их архивы говорят что в восемьдесят втором году было сокрытие было сокрытие каких-то вот этих как они называются эксиденс дальше они пишут восемьдесят четвертом году были пару имерзенсы то есть чрезвычайные ситуации на этой же станции восемьдесят третьем году руководство в москве в советском союзе получил информацию что чернобыльский чернобыльская станция ядерная была одна из самых опасных ядерных станций в советском союзе и до того что там бы не были приняты какие-то меры безопасности и оборудование это бедняги это кроватки в кроватке в садике в заброшенном городе припельно дальше они пишут что когда французский журналист собрал воду и грунт образцы из чернобыльской зоны после этого после несчастья восемьдесят седьмом году кгб подменила вот эти образцы на фейковые специальные операции это все из документов которые были рассекречены украинским правительством ну дальше еще там какие-то детали но если кому интересно почитайте что там рассекретила украинское правительство теперь буквально последняя вещь которая хочу сказать на сегодня значит у нас есть штатах я уже говорил но повторюсь в 90-х годах когда ездил на работу я слушал радио и в частности я слушал хаварда стерна хавард стерн это супер супер интервьюер очень крутейший радио такое радио и ему сейчас 67 лет он вел все эти годы он вел передачи на радио сначала на обычном радио потом он вел на sirius fm на подписном радио богатейший человек он сейчас подписал очередной контракт на 120 долларов в год за то что он сидит перед микрофонами делает ляля типа мы с ним коллеги коллеги и коллежанки как говорится ему 67 лет то есть у меня постарше конечно будет вот он он у него прическа не такая как у меня в целом ну в общем то примерно одно и то же я его очень уважал уважаю прекрасный английский много мата извините много мата это да и он тоже жил манхэттене то есть видите у нас немного очень общего он только он я живу на из сайда он живет у него есть квартира на upper west side в манхэттене да и вот в 2020 году в прошлом году он уехал из манхэттенской своей квартиры он уехал в лонгайдле есть такое место называется хэмптонс туда богатые люди там покупают такие меншинс поместья дома на прям на океане все красивенько туда уехало много богатых людей свои же поместья которые у него тоже конечно там было от он оттуда вел передачи все но но главное он сказал сейчас что он не собирается возвращаться в город нью-йорк что как он сказал things will never get back to normal i don't believe the pandemic will ever be over он сказал что он не верит то что жизнь вернется в нормальное русло как раньше и он не верит что пандемия вообще когда-либо закончится сказал он что не помешало ему конечно подписать еще один новый свежий контракт на 120 миллионов в год вот он шоу будет продолжать продолжать это шоу конечно же вместе со своей партнершей по этому бизнесу не жена никакой там я не имею ввиду какие-то там личные отношения робин кверс робин кверс тогда она меня удивляла очень вот он так матерится он так ругается она его все время поддерживала подшучивала вместе с ним но уже столько лет они ведут это шоу и она умница она умница молодец мне она нравится вот это вот она кверс вот робин кверс короче говоря вот они видите еще давным-давно были он молодец он мне нравится как актер мне не нравится что он сеет какую-то панику или что-то типа того у нас тут что мол никогда ничего не кончится я думаю что кончится и все будет нормально я в него верю если честно жаба давит чтобы подписаться на сервис fm обычно когда берешь новую машину у нас вниз или покупаешь они дают тебе на полгода на полгода бесплатный бесплатную подписку на сервис fm а мне как раз надо быть скоро опять менять машину после лизы и я думаю что опять у меня будет на 6 месяцев сервис fm и я смогу энджоить хаварда стерна а вы тоже энджоите ту персонал эти которую который вам нравится больше всего будьте здоровы благополучны энджоите ваших семьи ваших любимых ваших деток ваших родителей ну в общем чтобы все было у вас было хорошо будьте здоровы